Всем привет! С вами Кик! Сегодня мы расскажем вам об одной интернет-технологии, которая сумасшедшими темпами врывается в наш мир, меняя все на своем пути от электронных переводов в интернете до покупки домов в Украине. Это глобальный компьютер с огромнейшей сетью, за которой стоят такие гиганты, как Microsoft, Intel, JP Morgan и многие другие. Да, друзья, это видео о проекте Ethereum и о его создателе из России Виталике Бутерине. Погнали! Платформа Ethereum была создана для децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, которые работают на основе смарт-контрактов. Монеты сети называются Ether, то есть Ether, и обозначаются буквами ETH. Как и любая цифровая валюта, Ethereum базируется на технологии блокчейн, но в отличие от биткоина его система имеет более расширенные возможности. Распределенный реестр эфира можно использовать не только в качестве децентрализованной базы данных транзакций. Здесь можно создавать сложные программные модули с разносторонними условиями. Но кто додумался до этого интернет-феномена? Создателем платформы является уроженец России Виталик Бутерин. Молодому парню всего 25, а он уже вошел в топ рейтинга 600 самых ярких людей до 30 лет по версии Forbes. Как так вышло? В возрасте 6 лет родители забрали его в Канаду, где он и вырос. Ботяня мальчика-информатик до мозга костей и с детства поощрял влечение сына компьютерами. Так Виталик в свое время заинтересовался криптовалютами, а уже к 2011-му стал сооснователем журнала Bitcoin Magazine. В 2012-м журнал начал выпускаться в печатном виде и стал первым крупным изданием на данную тематику. Виталий долгое время изучал механизмы и системы Биточка, причем даже занимался различными проектами с открытым исходным кодом. На момент крышесносного роста биткоина парень был уже знатно подкован в вопросе устройства этой криптовалюты. И пока все спешили обменять накопленное на хоть малюсенький кусочек растущей интернет-валюты, Виталий видел будущее не в ней конкретно, а в самой технологии блокчейна. Так зародилась идея создать эфириум. В 2014 году Виталий побеждает на технологическом конкурсе стартапов и выигрывает грант в размере 100 тысяч долларов. Эти денежные средства он вкладывает в развитие эфириум. При этом разработчиками было собрано дополнительно еще 31 тысяча биткоинов, что на момент запуска альфа-версии нового цифрового актива составляло около 20 миллионов баксов. Сначала в Швейцарии регистрируется фирма Ethereum Switzerland, а после этого инициируется процесс привлечения капитала для развития. В июле 2015 сеть Ethereum начала свою официальную работу. Отметим, что место регистрации Ethereum Switzerland было выбрано не случайно. Швейцария – страна банкиров, поэтому у проекта Ethereum сразу же появились отличные перспективы для быстрого развития. Что в принципе и произошло. Многие фирмы заинтересовались новой криптовалютой и уже через 9 месяцев после запуска она подорожала практически в 10 раз. Однако вся радужная картина чуть не рухнула всего за один день. 16 июля 2016 года считается черным днем Ethereum. Хакеры смогли найти ошибку внутри сети и благополучно приписали на собственный счет 50 миллионов долларов. На то время это составляло треть капитала всей криптоплатформы. Рынок отрицательно отреагировал на потерю такой суммы, и уже через два дня курс эфира обвалился практически на треть. Сначала цена упала с 20 баксов до 15, а к середине июля закрепилась на уровне 10. Чтобы ликвидировать возникшую проблему и вернуть денежные средства в общий фонд, руководство Ethereum решается на изменение исходного программного кода. Все это привело к расколу команды Бутерина, который настаивал на возвращении средств инвесторам с помощью хардфорка, позволяющего вывести деньги из оборота и возвратить их потерпевшим. Некоторые его партнеры были против такого решения, так как считали, что это противоречит основному принципу экосистемы, а именно децентрализации. В итоге, когда операция была завершена, далеко не все пользователи согласились принять внесенные поправки. Это разногласие привело к появлению автономно работающей криптовалюты Ethereum Classic. В одном из интервью Виталий заявил, что его команда не будет препятствовать развитию нового сообщества. Он также подчеркнул, что руководству Ethereum Classic стоит срочно внедрить комплекс защитных протоколов, которые позволят избежать будущих хакерских нападений. Однако уже к концу 2016-го Ethereum начал возрождаться. В декабре этого года биткоин проходит отметку в 700 долларов и начинает активно ползти вверх. Вслед за главной криптовалютой активно растут и остальные, в том числе и Ethereum, который полностью оправился от хакерской атаки и теперь работал без сбоев. В начале 2017 года биток преодолевает порог в 1400 долларов. Ошалевшие инвесторы будут скупать все, что есть, в то время как сама криптовалюта начинает сбоить. Здесь-то многие начинают обращать внимание на стабильно работающий и сравнительно недорогой Ethereum. Котировки сначала поднимаются с 11 до 84 долларов, а к середине осени 2017-го спокойно чувствуют себя на отметке в 300 баксов. Нехилый рост для валюты, которая год назад потеряла треть бюджета и стоимости, согласитесь. К тому же осенью 2017-го из-за бума ICO-проектов цена эфира поднимается до небес, достигая отметки 1400 долларов. В этом же году с помощью смарт-контракта была проведена первая в мире сделка по покупке недвижимости. Покупатель проживал в Нью-Йорке, а продавец в Киеве. Расчет между сторонами был проведен с помощью криптовалюты Ethereum, а оценочная стоимость квартиры составила 60 тысяч долларов. Ошибочно полагать, что успех Ethereum стал возможен только благодаря проблемам с биткоином. Виталик Бутерин активно участвует в судьбе своего детища. В январе был анонсирован проект Zcash on Ethereum. Ключевой фишкой криптовалюты Zcash является приватность транзакции при использовании кошельков Z-типа. Сходную технологию планируется внедрить позже и в Ethereum. На сегодняшний момент проект Виталика активно развивается. Все больше компаний начинают сотрудничать с Ethereum, в то время как сам создатель активно посещает светские мероприятия, конференции и даже проводит встречи с высшими лицами нашего государства. Касательно использования валюты на отечественном рынке, тут есть свои подвижки. Так в октябре 2016-го Центральный банк РФ объявила запуски платформы MasterChain, предназначенной для обмена информации между участниками финансового рынка. По признанию участников организованного ЦБ консорциума российских банков, разработавшего этот продукт, технологии MasterChain основаны на протоколах Ethereum. А уже в октябре 2017-го Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance, став первым российским банком в его составе. В 2017 году Бутерин вошел в топ-10 рейтинга 40 самых влиятельных молодых людей до 40 лет, по версии журнала Fortune, а также попал в рейтинг 600 самых ярких людей до 30 лет журнала Forbes. Создатель Эфириума активно занимается благотворительностью. В 2018-м он пожертвовал 2,5 миллиона долларов организации Sense Research Foundation на исследования в области биотехнологий омоложения и продления человеческой жизни. Но чем полуотечественная криптовалюта отличается от знаменитого биточка? Во-первых, биток – это цифровая платежная единица, в то время как Эфириум – это архитектурная платформа, на которой могут работать миллионы различных депс-приложений. Во-вторых, у них существенная разница во времени подписания блоков. Если у биткоина это стандартные 10 минут, то Эфир справляется за каких-то 15 секунд. Но как именно криптовалюта проводит все эти операции? Как мы уже говорили, Эфириум работает через смарт-контракты. Смарт-контракт – это цифровой протокол, написанный в виде компьютерного кода, который содержит алгоритм проведения всех условий сделки. Программный модуль смарт-контракта исполняет электронная виртуальная машина системы – EVM. Это глобальная сеть компьютеров, каждая из которых выполняет свою частицу кода. Ресурс такой машины огромен, поэтому разработчики могут создавать на платформе Эфириум децентрализованные приложения любой сложности, написанные на любом программном языке. Единственное условие для запуска приложения – наличие достаточного объема памяти и времени. Разработчикам больше не потребуется писать код новой криптовалюты со своим блокчейном, они могут использовать готовую рабочую платформу со своим блочным реестром для индивидуальных приложений. Цифровые контракты способны организовывать не только классический обмен деньгами. С их помощью можно оформить аренду жилья, доставку товара, покупку или продажу движимого и недвижимого имущества, а также многое и многое другое. Именно поэтому, как считают эксперты, будущее Эфириума в его универсальности и удобстве. В отличие от традиционных юридических контрактов, цифровые соглашения имеют ряд преимуществ. Для начала вам не требуется вмешательство третьих лиц – юристов или тех же страховщиков. Из-за этого количество расходов двух сторон значительно уменьшается. Ну и, конечно, гарантированность исполнения обязательств. Контракт выполняется машинами, где не может быть задержек, простоев или неверно истолкованных пунктов. Как только произошло событие, система моментально фиксирует смену состояния и выполняет действия. По мнению журнала The Economist, технология умных контрактов знаменует собой новую эру в финансовых технологиях. Так что для тех, кто желает продать недвижимость, самое время обратить внимание на Эфир. Ну а если говорить о майнинге, то как ни старались разработчики криптовалюты второго поколения уберечь ее майнинг от создания схем специального назначения, ASIC все-таки появился. Сегодня плодотворно добывать Эфириум можно либо на фермах, состоящих из мощных видеокарт, либо на ASIC-майнере типа Antminer E3. Хранить криптовалюту можно либо на официальном кошельке от разработчика – Эфириум Wallet, либо на других популярных хранилищах, поддерживающих Эфириум. Защита сети при помощи майнинга предполагается только на начальном этапе. В дальнейшем с обновлением в сети Константинополь планируется полный переход на метод защиты Proof of Stake с гибридной моделью на промежуточном этапе. К слову, уже сейчас тестовая версия Proof of Stake потихоньку работает. Что касается защиты, то алгоритмы позволяют осуществлять наказание за попытки злоупотреблений. Например, если кто-то пытается мухлевать и подписать сразу несколько блоков, то будет наказан списанием вознаграждения. Также есть меры воздействия даже и для тех мошенников, которые после преступной вылазки прячутся в офлайне. Карательная система Casper сейчас в процессе тестирования, причем, по словам разработчиков, показывает весьма высокие результаты. Эфириум – революционная технология. Многие эксперты прогнозируют повышение стоимости ее монеты в 5, а то и в 10 раз. На текущий момент ни один блокчейн-проект не приблизился к Эфириуму по функциональности и применению. Конкуренция нарастает, ибо в рынок входят такие проекты, как Cardano и Tron. Но у Бутерина есть все шансы сохранить Эфир на втором месте в рейтинге еще долгое время. Эфир активно торгуется на сервисах по обмену криптовалют. Его общая капитализация в январе 2018 года превысила 100 миллиардов долларов. И это только начало, ибо это одна из ветвей будущих интернет-технологий, которая точно займет свое место в новом децентрализованном мире. До новых встреч, друзья!